Приветствую вас. Если говорить о решении проблемы как таковой, то мне кажется, начинать нужно с противоречий, которые у вас есть, с разрешения противоречий, которые у вас есть, с определения того, что за ними скрывается, и с выведения какой-то своей четко определенной позиции, с какой-то своей четко определенной постановкой вопроса. Соответственно, чтобы более-менее держать, так сказать, свой курс по жизни. Определиться, возможно, со своими ценностями, определиться, возможно, со своими сомнениями, с причинами своих сомнений и так далее. Вот с этого, мне кажется, нужно начинать. Вау. Предварительное какое? Первое. Это то, что, по сути, дел. Ваше общение с начальником, оно давно уже перестало быть чем-то профессиональным, и стало больше, чем профессиональным. Да, он никогда к вам не переставал, да, он не делал попыток с вами сблизиться, но его отношение к вам, когда он вас игнорировал еще до того, как вы начали встречаться с мужем, со своим будущим и бывшим, его поведение, его обиды, его манипуляции говорят о том, что человек профессиональные отношения вести никак с вами не мог. То есть он, видимо, увидел в вас кого-то, да, он увидел в вас какое-то свое протеже, по-моему, так это называется, вот. Возможно, он захотел передать вам все свои знания, возможно, у него просто какие-то ожидания были по отношению к вам, не знаю, это не особо важно, вот. Но все заключается в том, что никаких отношений чисто профессиональных у вас не было, по сути, с самого начала. С самого начала, когда вот вы только устроились на работу, и он начал вас людей учить. То есть он уже в тот момент вел себя непрофессиональным, к сожалению. То есть противоречие здесь такое, что вы отрицаете очевидно. Очевидно, что в отношении их, как я уже сказал, чисто профессиональных между вами не было. Это первое. Второе. Ага, второе. Что хочется сказать. Это то, что раз вы решили через четыре года переезжать в другой город, и раз вы решили не связывать себя с этой сферой деятельности, то вам нет никакого смысла пытаться вызвать расположение и своего начальника, и других людей. Потому что, по факту, эти люди, вот единственное, чем вы можете добиться их расположения, это тем, что вы реализуете в этой деятельности, что вы связываете с вашей жизни с ней. Если вы не собираетесь этого делать, то как бы вы не расположили к себе и начальника, и других, объявив о решении, например, уволиться через четыре года, вы еще сильнее и еще больше их настроите против себя. К сожалению, поэтому здесь тоже, как бы, абсолютно противоречивая история, которая нужна, значит, ну, которая требует своей корректировки. Это второй момент. Третий момент, это то, что по отношению к себе вы занимаете такую позицию, знаете, какую позицию? Позиция, мне кажется, нарцисса. То есть, вот это то, что он не видится в вас. Да, то есть, во-первых, у вас завышенные требования к себе очень сильно, очень завышенные требования к себе, то есть, вы прям требуете от себя чего-то абсолютно нереального, на мой, по крайней мере, взгляд, потому что, ну, вот то, что вы хотите от себя, да, то есть, вот как вы ожидаете, что у вас будет все получаться, почему вы, во-первых, ожидаете, что у вас будет получаться, то есть, этот нарциссический склад, он очень сильно мешает, потому что, с одной стороны, вы ведете себя крайне высокомерно по отношению к другим людям, ну, так, по крайней мере, им видится это. Вот. А с другой стороны, ваш мужчина, он отражает то, как вы относитесь к себе, то есть, вы себя не уважаете, вы себя не цените, вы не отделяете четких, ну, не отделяете себя четкими личными границами, да, вот. Вот. У вас есть неуверенность в себе, у вас есть чувство вины, которое мотивирует вас, ну, вот, как раз добиваться расположения начальника, хотя, по сути, ничего плохого вы не сделали, кроме того, что повелитесь на манипуляции своего бывшего мужа. Вот. То есть, с одной стороны, неадекватно, то есть, он вас ревновал, то есть, вы, как бы, позволяли ему, ээээ, вами манипулировать, это неадекватно, у этого есть свои причины, например, страх, страх одиночества там, или что-то еще, просто потому что, ну, не зря вы прогибались под мужем. С другой стороны, неадекватно повлия... поступил и начальник, как бы, который посмотрел на вас неприязненно и, в общем-то, негативно это отрагировал, хотя бы им нужно было отнести с пониманием к этому. Вот. И неадекватно подобили вы, в том смысле, что, как бы, позволили своему бывшему мужу, да, ну, значит, как-то, вот, влиять на ваши отношения с коллегами, в связи с тем, что, кроме профессиональных, там больше никаких отношений не было, не было. Вот. Это все очень важные истории, очень важный момент, и, как бы, с этим нужно разбираться. Вот. Значит, дальше, дальше. Значит, понимаете, какая штука? Вы не можете никого разочаровать, даже своих родителей. Почему? Потому что нет и не может быть никаких ожиданий по отношению к вам от этих людей. Нет и не может быть никаких ожиданий по отношению к кому-либо от других людей. Потому что любые ожидания, это проблема самого человека, самого человека, который сам что-то хочет. Но в данном случае, в случае, например, вашего начальника, не хочет нести за это ответственность. И в случае вас, в случае вас, вы не хотите нести ответственность за свои ожидания от себя. За свои желания в контексте себя. В контексте себя. Вот. И так далее. То есть, вам бы решить проблему с неуверенностью своей, да, вам бы решить, вот как вы в конце пишите, я вам сейчас, давайте, я вам зачитаю. Значит, так, вот вы пишите, нуждаюсь в совете в помощи профессионалов разобраться в этой ситуации. Да, в совете, психологи советов не дают, профессионалы советов не дают, да. Ну вот. Значит, решить проблему, это не ваша проблема. То есть, проблема вашего начальника, это не ваши проблемы. У вас совсем другие проблемы. У вас проблемы, связанные с тем, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете начальника, как вы пытаетесь получить обобрение, как бы, этого самого начальника. Вот. И так далее. И ваша проблема в том, что вот этот холодный конфликт, он напрягает вас. Вот чем проблема. Прекратить до того, чтобы чувствовать свою вину. Вот. Смотрите, вы пишите, за столько лет он меня научил, многому научил. Он вас многому научил, но это была его обязанность, Алина. Это он это делал для себя, не для нас. Я стал моим наставником. Опять же, тут важный момент. Он согласен был становиться? Согласен был стать вашим наставником или нет? Потому что, опять же, он не уйдет себя, как наставник. Я не смогла оправдать его доверие и его ожидания. Понимаете, какая штука? Вы не обязаны были. То есть, вот это вот деструктивная установка, что вы должны были, должны и должны до сих пор оправдать его ожидания. И всё самое интересное, вы так или так не собираетесь оправдывать его ожидания. Вы так или так не собираетесь оправдывать его доверие, потому что вы собираетесь в верную сферу выходить. То есть, это предварительно. Главное, если бы вы, как бы, решили оставаться, да, в этой сфере, Вы бы в таком случае могли, там, ну, своей работой, своей работой показать, что вот я работаю, вот я стремлюсь, вот я стараюсь. И это дало бы какой-то эффект, я уверен, что начальник, ну, увидел бы ваш сотрудника. Вот. Особенно, если бы вы, там, активно, вот, ну, активно, ударно демонстрировали свою деятельность какую-то. Ну, вот. Но вы этого не делаете, опять же, вы этого не делаете, вы этого сделать не собираетесь. И абсолютной загадкой является то, по поводу чего вы переживаете. Вот какое-то странное представление о доверии и о ожиданиях, да. То есть, надо бы это конкретизировать для, ну, для себя, да. Вот, значит, дальше, вот вы пишите, что в начале, да, давайте в начале посмотрим. Когда мне было 18, так, училась в техникуме, проходила практику на предприятии по своей специальности. Значит, я была очень обознательна, из-за того, что было скучно и много свободного времени. Вот. Как бы здесь уже чувствуется у вас некая потерянность. Потому что скука, она от этого возникает из-за потерянности. Не умение себя, не умение себя занять. С другой стороны, вы так и не сказали, по итогу, чем вы хотели бы заниматься, то есть, какой из всего этого вывод вы сделали. Дальше, нашелся заинтересованный человек, который для нас организовал, организовал различные лабораторные на живом оборудовании. Опять же, очень важно понимать, для чего этот человек делал. Он это вряд ли делал по доброте душевной и из альтруизма, а если из альтруизма, то он это сделал, опять же, для себя. То есть, ему нужно вас благодарить за то, что он, благодаря ему, он смог реализовать свою идею благодетельствования. Тут, опять же, вопрос ответственности. Кто за что ответственный? Тут я втянулась в этот мир близкой дружбы. С техникой я справлялась совсем быстро, славливала на лету, другим еще приходилось долгое рождение. Вообще, все мешало столько. Вот здесь начинается нарциссизм. Тут масокомерие, то есть, становление себя выше, выше, чем другие. Мягко говоря, я выделил, возможно, даже как выскочка была. И я не скажу, что вам от этого было неприятно, да. В итоге, через год, меня пригласили на работу. Организация была большая, известная, зарплата высокая, попасть туда за пределы начитаний. Ну, опять же, и вот вы пишете 9 из 10 человек, ну, 9 из 10 человек. Мне показалось, или все зависит от специальностей? То есть, если человек, вот как вы, не обладает техническим складом ума, то он, как это может быть пределами мечтаний, да. Дальше, вышла какая-то внутренняя перепалка, внутреннее начальство, место, на которое меня хотели взять. Уже кто-то для кого-то подогрел, тут неожиданно в другом месте инженер увозился, кто-то принципиально не хотел меня брать. Видел во мне, кто-то, наоборот, видел во мне перспективы, я даже не знаю почему, и в том и в другом случае. Выгода, личная выгода, личная выгода. Если вы сотрудник ценный, ну, кадр, кадр вы ценный, если профессиональный, то верь вас увидеть, у вас возможность, это, как бы, будет на руку руководителю. И вот меня, девятнадцатилетнюю девочку, берут инженеры, инженеров на участок, где работают одни мужчины, все занимаются электроникой, дают мне рабочее место, доставленное оборудованием и техникой. Здесь что мы видим? Обесценивание на себя, да, то есть меня 19-летнюю девочку. Ну, вот такое внимание уделяется возрасту здесь, достаточно серьезное внимание уделяется возрасту. Почему-то, как он, кстати, начал заосновывать, да, то есть мне иногда кажется, вот, по тексту, что вам 29, но, как бы, ничего особо не изменилось, не изменилось, ну, не изменилось за те 10 лет, которые произошли. Я была напугана, растеряна, считала, что не заслуживали должности. И вот опять, где-то, где-то обесценивают. То есть, видите, у вас эмоциональные качества, что вы себя переоцениваете и возвышаете, что вы себя обесцениваете. Вот опять же, это связано с тем, что у вас нет какой-то вот своей четкой позиции и нет личных границ. Ага, значит, приличная зарплата не давала мне даже видов этого показать. Ну, опять же, здесь какая-то очень странная логика насчет приличной зарплаты, то есть, как бы, ну, при чем здесь зарплата, я не очень, естественно, понимаю, да. Дальше. Тот самый человек, который устраивал нам, значит, лабораторные работы, стал моим начальником впечатлением. Он стал меня обучать с самых основ с того, что я уже знал более глубоко разбирать даже начальную физику. А зачем я это делал? То есть, мотивация у него для этого какая была? Лекция, практика и задачи. Что так вообще-то получалось, намного и нет. Мой комплекс, я не дотягиваю, разрастался во мне. Опять же, любой комплекс мы получаем, как правило, в детстве. То есть, это означает, что у вас уже с детства, уже когда вы учились, вот, в самом начале, в техникуме, возможно, ранее, у вас уже был комплекс недотягивающий. То есть, слишком завышенные требования к себе. Перфекционизм. Вот. Этот перфекционизм, корни его, еще раз повторю, в неадекватных требованиях к самой себе. Дальше. Начальник без силы, когда я что-то не понимала, мог передать разговариваться на несколько дней, я сделал, перерывал интернет, читал книги, потом он появлялся, как ни в чем не бывало. Здесь история о том, как люди притягиваются друг к другу. Ваш начальник явно был такой, как я уже сказал, непрофессионал в этом смысле. Еще раз, то есть, он без силы, это означает, что его это лично задевалось. Лично задевать его ничего не могло, потому что это действительно профессиональные отношения. Профессиональных отношений личного нет, как вы сами сказали, но вот здесь это личное самое было. И вы почему-то это абсолютно игнорируете. Вот. Поведение, еще раз, начальника, как и ваше, то, что вы сидели, перерывали интернет, и ваше поведение, и его поведение неадекватное, к сожалению. Значит, дальше. Вот вы пишете, как ни в чем не бывало, спрашиваете, еще сидишь над этим, да тут двумя формулами все решается, смотри. То есть, по сути, можно говорить о том, что человек за ваш счет, ну, если не самоутверждался, если не самоутверждался, то, по крайней мере, явно у него был какой-то, ну, какой-то, какая-то польза. Дальше. С мешки, подшивчивание от других коллег стало нормой. Я знаю, я знал, что я на самом деле не справляю. Не соответствую. Я не очень понимаю, откуда вы это взяли, потому что, если бы вы не справляли, то вас бы уволили. За что вам, как бы, деньги-то платили, да? Тут, опять же, вы позволяете себе решать за других людей. Ну, снова завышенные требования к себе, и мания величия также имеет место быть, да? Вот. Потому что, когда человек говорит, что я не справляюсь, он, как бы, посягает на оценку других людей, причем не абы чего, а своих профессиональных качеств. Именно профессиональных качеств. Дальше. Мне нечего было ответить, а зачем тут что-то отмечать, да? То есть, как бы, ну, вам бы здесь просто, может быть, посмеяться, вам бы здесь просто посмеяться, может быть, над... Собой вместе с этими людьми, но вы обманчивали, глупо улыбали, сделали вы что-то не понимаете, да? Это, опять же, высокомерие. То, что людьми интерпретируется как высокомерие. Близ к этому, недвусмысленная намека, институт со мной вводится за красивые глазки. Это с твоей неуверенностью и несоответственной должности я не могу справиться. Я всегда мучаюсь с этими мыслями. Тут непонятно, да? Я всегда мучаюсь. И сейчас мучаюсь. В следствии чего? И из-за чего? Да? То есть, неуверенностью себе. Завычные требования, ну и так далее, да? За всем этим нужно работать. Это проблема. Это проблема. Вот. Далее, значит, вот вы пишите. У меня позиции просто, я на работе, лично я только мешаю. Начальник Динар, кстати, с его женой я хорошо общался, сходил с ней в спортзал, очень долгий период. Лично мешает, но оно у вас есть, оно у вас было. Да, это не классическое личное, как обычно, да? Что там, как бы, ну, пристает коллега и так далее. Да, это немножко другое, но, тем не менее, это тоже личное, это такое же личное. То есть, как бы, это абсолютно, абсолютно такое, неважно, сексуальный ли контекст, или какой-то личностный контекст, но это личное, и оно мешает. Дальше. Если я на самом деле приглянулась, это его проблемы. Вот именно. Вы говорите, что если вы на самом деле приглянулись, это его проблемы, так почему же вас мучает чувство вины? Потому что доверие, доверие вы хотите заслужить, не перед начальником, перед каким-то другим, скорее всего. Ну, так, по крайней мере, с точки зрения психоанализа, может быть, есть и другая, конечно, позиция, но тут нужно разбираться более подробно, да, с вами? Дальше. И вот в свое время были большие неудачи, не такие уж выдающиеся успехи, пишите вы. Так, секундочку, 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 выдающиеся успехи. Здесь есть обесценивание, то есть вы обесцениваете себя, к сожалению. То есть, когда вот вы говорите про то, что не выдающиеся успехи, это обесценивание себя. И оценка себя вообще, что, как бы, заведомо неадекватно, потому что ни один человек оценить себя, в общем-то, не способен. Вот. Оценивают здесь в данном, ну, оценивают здесь все-таки другие, другие люди, не вы. А вы почему-то взяли на себя такую вот абсолютно непосильную задачу по оценке себя, своих способностей, своих возможностей, да. То есть, это, опять же, проблема с личными границами у вас. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот, проблема, она такая. Такая. Вот. Потому что, ну, еще раз повторю, нельзя, нельзя себя оценивать, никто не может, не может себя оценивать. А вы почему-то, вот, считаете, считаете, что вправе это делать. Дальше. Идем. Так или иначе, мои знания и опыт копились. Через два года моей работы я ознакомился с моим бывшим мужем, про работу рассказывал вдохновение. Мне быстро не добавляют мои отношения с начальником. Тогда я начинаю разрабатывать свой первый большой проект. Начальник был много ответов. Мне надо было вписываться, задавать накопленные вопросы. Чисто уже только вечером часом выходил на связь. Утром выбирал на обед. Ну, надо заметить, что не только меня предварительно. Так, то есть, вы обрадуете. С парнем ему это очень нравилось. Мы ссорились, стали разошлись. А, вот тут бы вам и, собственно, отгородиться от парня, да, и, как бы, оставить ему вот эти проблемы по своей неуверенности в себе, которые у него имели место быть, на мой взгляд. Вот, но вы почему-то этого не сделали. Вы почему-то этого не сделали. То есть, почему-то вы не оставили, как бы, эту ответственность на своего парня. То есть, такое впечатление, что, ну, типа, ты ревнуешься, ты прав. То есть, вы начали под ним прогибаться, начали ему уступать, вот. И, как бы, вот это очень важный вопрос. Почему? Почему вы стали действовать так, как хочет он, как хотел он? Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего так? По какой причине так? То есть, это ревность, это нарушение вашего личной границы. Это перенос ответственности на вас. На вас перенос ответственности. Причем очень мощный. Вот. То есть, вас, очевидно, что-то с ним связывало. Вот. Я не знаю, что, я не могу сказать, что, но что-то связывало. Причем, отношения ваши, они, ну, совершенно, явно, да, нездоровые. Вот. К сожалению. Ну, вот. Ага. И вы, ну, как будто бы это воспринимаете как абсолютно нормально. То есть, вы это никак не оцениваете. Дальше, после чего я взяла кредит на машину, вопрос был закрыт. Вопрос, может быть, был закрыт, но проблема, проблема из-за того, что, ну, проблема ваших ссор, да, проблема ваших ссор, она не могла быть закрыт, она не закрыта. Проблема ваших ссор. Вот. А что-то вы ссорились. Что-то вы ссорились. Что-то вы ссорились. Это, это не только, как бы, его проблема, была бы у человека. Но это и ваша проблема тоже, на самом деле. Вот. Потому что вы, как бы, в ссоре участвовали. Вот. Если бы вы не участвовали в сорок, да, если бы вы не участвовали в сорок, то ничего бы не было. Вот. А, поскольку вы в сорок участвовали, значит, это и ваша ответственность. Так давайте определим, почему вы ссорились, из-за чего вы ссорились, из-за чего вы ссорились. Вот. Конкретно вы, вот, прям конкретно вы, почему ссорились, из-за чего. Какой вы вклад, да, в насилие, ну, вот, в сорок, как бы, с молодым человеком. Это важный, это важный момент. Дальше. Два года совместной жизни испаны, прям, делят быстро, съемные квартиры, отпускают его, проблемы с работой, безработицы, унисти зарплаты, поиски другой работы. По всему, просто все указывает на то, что человек чувствовал, как вы его подавляете. То есть, я понимаю, что выглядит, наверное, то, что я говорю, не очень. Получается, как бы, что я вас обвиняю. Вот. На самом деле, нет, я вас не обвиняю. По крайней мере, цели такого у меня нет, вас обвинять именно. Я просто хочу указать вам на те ошибки, опять же, которые вы допускаете. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, как бы, мужчина – это отражение вас. И мужчина, явно, он, ну, испытывал достаточно серьезные проблемы. Ну, вообще, совсем, да, с самоценкой, с реализацией, как бы, ну, себя и так далее. Вот. И почему, опять же, почему вы все это терпели? Вот. Почему? Почему вы все это терпели? Вследствие чего вы все это терпели? Вот. То есть, его неуверенность, его неуверенность – это не только его проблема, да, его подозрительность, ревность – не только его проблема. Определенный вклад, определенный вклад в это, и вы их в том числе тоже, ну, внесли. Вот. Дальше, я беру ипотеку, я, потому что у него не позволял доход, не позволял доход, да, то есть, опять же, вы здесь, как бы, берете все в свои руки. А мужа подавляет. А мужа подавляет. То есть, лишает его возможности чувство себя уверенно. Вот. Это важная, безсознательная позиция доминирования над мужчинами и, как следствие, ну, как следствие себя защищать, ну, как следствие себя защищать. Вот. То есть, я, опять же, я понимаю прекрасно, что вам все может быть неприятно, но пытаюсь вот до вас донести, надеюсь, что вы как-то вот увидите это, что вы поймете и, соответственно, ну, может быть, что-то изменится, что-то поменяете. Вот. То есть, у меня только вот такая есть надежда, что вы что-то измените. Дальше. Мы были не в браке, об этом мы считали, что везти, так, муж выкупил у меня машину, хотя я все равно на ней не ездил. Ну, не очень понятно вообще, на ней ездил, смысл вообще выкупа и так далее. На работе мне пришлось более сдерживать с коллективом, да, не только с начальником, но мужа возникало много подозрений и ревности, я была совершенно сдержанна. Так. Так. Здесь вы вступаете откровенно жертвенную позицию, вступая в отношения созависимости. Вступая в отношения, по сути, жертвенные. То есть, это вот, ни много ни мало, это жертвенные отношения. Отношения, эээ, преследовательные жертвы. К сожалению. К сожалению. То есть, это очень, эээ, важный момент, очень важно, эээ, вот, эээ, понимать этот момент, потому что, эээ, абсолютно, эээ, недопустимо, эээ, что вы говорите, пришлось. Вот это вам не пришлось, это был, это был исключительно ваш выбор, это было исключительно ваше решение, ээээ, как бы, ну, ну, действовать, действовать так, как вы действовали, это был, это был ваш выбор. Вот, несмотря на то, что, может быть, вам этот выбор был неприятен, но это был ваш выбор, вам не пришлось. Вот, здесь я бы мог порекомендовать, наверное, почитать про треугольник Карпмана, там, там, эээ, несколько, более, несколько подробнее, ээээ, вы могли бы ознакомиться с, эээ, тем, эээ, вот, ээээ, что такое без позиции жертвы. Дальше, значит, так, еще через полгода мы поженились, я забеременела и вышла в декрет. Почему вас не смешала его ревность, опять же, эээ, непонятно, то есть, вот, ревность вашего мужа вас абсолютно не смущает. Такое впечатление, что это, вообще, нормально, само собой разумеется. Эээ, и не настораживает. Эээ, сидит дома с ребенком, мне очень нравилось. Вот, смущен этот момент, что он будет по вахтовому методу. Так, у него всегда начинали детские подозрения. Вот, смотрите, ну, эээ, его подозрения, да, я, в принципе, это уже сказал, не хотелось бы постараться. Вот, эээ, могу только здесь вам добавить следующее, что очевидно, очевидно, эээ, есть какая-то мотивация. То есть, очевидно, есть какой-то мотив, эээ, у вас, эээ, у вас был какой-то мотив, эээ, ну, терпеть это все. Вот, я не знаю, что это за мотив, я не знаю, какой, ээээ, это мотив, я не знаю, почему он у вас, этот мотив, эээ, собственно говоря, вообще был. Вот, но то, что он у вас был, это факт. Мне очень хотелось понять, что это за мотив. Мне очень хотелось понять, ээээ, что он из себя этот мотив, эээ, представляет. То есть, ээээ, ради чего вы терпели его подозрения? Почему, почему вы, эээ, к примеру, скажем, родили ребенка от этого человека, да, несмотря на то, что он, он, вот, эээ, возрежновал и подозревал, и из-за него, ну, говоря вашими словами, вам пришлось, там, отказаться от, ээээ, общения с, ээээ, таким важным и нужным для вас человеком, как ваш начальник, да. То есть, ну, вот эти все моменты, их нужно раскрывать, на мой взгляд, потому что, эээ, тут, опять же, вопрос. Совершенно очевидно, что, эээ, здесь есть какие-то противоречия, здесь есть какие-то противоречия, на мой взгляд, это очевидно. Вот, и, как бы, ну, эти противоречия, они нуждаются в разрешении, вот. Они нуждаются в разрешении, потому что, противно, в случае, то, что вы пишете, это бессмысленно. Вот, то есть, тут, как бы, опять, эээ, ну, опять противоречия какие-то у вас. Далее, эээ, значит, так, сидит дома, эээ, так, мне понравилось сказы пропущенные, так, мне осталось только догадываться, кого он приписывал. Я в этом не, так, я достаточно перестал с кем-либо общаться. Эээ, так, как итог, отношения резко ухудшатся, эээ, значит, эээ, в итоге я стала неинтересной зашуканной. Ну, вот, собственно, да, казалось бы, казалось бы, вы пишете в данный момент, что стали неинтересной и зашуканной. Так, а почему, почему вы стали неинтересной зашуканной, из-за чего, вследствие чего, эээ, вы стали такой? Понимаете, вы же об этом вообще ничего не говорите, вы же об этом вообще ничего не пишете, а это, эээ, всё очень важная история, это на самом деле. Вот, ну, вы об этом, почему-то, ничего не говорите. Дальше, ээ, значит, так, эээ, мы приехали в другой город, эээ, так, сначала я вернусь на работу из декрета, отношения продолжали портиться. Слушайте, ну, здесь я вижу какой-то, какой-то ещё один уход от ответственности, потому что, что, значит, отношения продолжали портиться. Отношения, они, как бы, отношения просто, это просто отношения, они не могут портиться, портиться. Смотрите. Эээ, отношения, это вы. Т.е. это вы, 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 это вы, отношения, это вы. то есть, как бы, они бы не испортились, грубо говоря, отношения, если бы вам был интересен человек. То есть отношения, условно говоря, сами по себе, они ничто. Вот, сами по себе отношения ничто. Сами по себе. Отношения имеют смысл только, когда интересен сам человек. Если человек интересует, допустим, вас, то и отношения выстраиваются хорошо. Хорошо. Если человек не интересует, то и отношения выстраиваются тоже. Очень плохо, очень плохо. Но это так, так, так работает. Это не работает. На самом деле, по-другому, по-другому. Дальше, так, значит, еще задолго для декрета, когда я участвовал в проекте, был инцидент. Когда у меня была, по-моему, она машина, начальник Путинковского предложил мне подвезти. Ну, как предложил, он сказал момент, ты что ждешь, когда тебе предложат. Ну, тут уже какое-то грубое отношение к вам абсолютно непрофессиональное. Ну, неуважительное. Представьте, обычно, как есть, парень ревнивый, не надо меня лазить. Ну, я не знаю, если вы действительно так сказали, так как это же грубо-грубо получилось, на мой взгляд. Вот. Если вы сказали иначе, то, опять же, тут, на мой взгляд, нужно исследовать, да? Вот. Но, странно. Странно вы сказали, в общем. Очень странно. Парень ревнивый, не надо меня лазить. То есть, ну, вы извините, конечно, но это странная парень. Очень странно. То есть, как бы, причем здесь парень, да, и то, что вас ввозит в начальник, тем более, что у него есть жена. Вот. Ну, и, понятно, что, понятно, что и сам начальник тоже, как я уже говорил, поступил в этом контексте достаточно странно. Изумление, разочарование, да, то есть, тут все вместе, я так понимаю, было. В общем, угу. Более подробно это нужно разбирать. Дальше. Так. Помню, то есть именно на лицо задались за чувства неприятнее даже. Не знаю, как объяснить. Вас это задело. Вопрос заключается в том, чем. Тогда, вроде, это не на что не повлияло, но сейчас, мне кажется, что это один из базов общей картины. А мне видится там, если вы себя накручиваете. Разговор был, тогда был какой-то долго мучительный. Никак не могла сказать, как есть. Мне было стыдно, что меня подозревают в разврате и не поддерживают. Кто кого подозревает, за что было стыдно, почему вам было стыдно, да. То есть, это очень такой сильный, достаточно глубок переживаний. Кого-то с кем-то, опять же, ожиданием. Все это, по-другому, та же неверность в себе, обесценивание, завышенные требования и отсутствие личных границ. Плюс страхи определенные. Страхи, что люди подумают, да. Далее, постепенно я отдалялась от дружеского общения с начальником. Почему? Больше занималась своими делами, не делала во что-то общие, не проявляла инициативу самих на работе. Но все равно иногда попадались в какие-то задачи, за которые спрашивал начальник. Алина, вы, конечно, извините, но такое впечатление, что начальник там, знаете, ну, криминальный авторитет, вот, честно. Ну, я не знаю, конечно, да, я не знаю, но вы так говорите, говорите просто, что это звучит достаточно, знаете, как сказать, это не смешно. Я тут смеюсь, но это, на самом деле, это очень грустно, что такая история есть и она имеет место быть. Вот. Но комично. Немного комично. Немного это комично звучит. Я понимаю, что вам, скорее всего, вам туго, вам тяжко, я понимаю, отдаю себе в этом отсчет. Вот. Но, как вот вы все это преподносите, это, конечно, нуждается в какой-то корректировке точно. Ну, вот, там, потому что, ну, что, что значит, какие-то задачи, за которые спрашивал начальник, тут, тут странно, в общем. Однажды надо было разработать определенную схему, которую я долго не могла сначала придумать, после того, как мне и так подсказали, и все, и рассчитать правильно не получилось. Слушайте, ну, опять же, опять же, я в этом улавливаю какое-то решение своей, ну, своей конкретной проблемы. Я в этом улавливаю. То есть, я в этом вижу, именно, вот, попытку решить какую-то свою задачу. Вот. не профессиональную, потому что, ну, и что, что подсказали, да, то есть, ну, и что, что не получилось. Если есть задача, задачу нужно решать. Ага, в любом случае, задачу нужно решать. Вот. А вы, вот, такое ощущение, что вы не задачу решали, а пытались доказать кому-то что-то. Вот, опять же, ну, это не серьезное, не взрослое, не профессиональное поведение. Вот. К сожалению. К сожалению. Я понимаю, что вам, вам, возможно, это неприятно, пусть, скорее всего, неприятно. Я понимаю, но, тем не менее, тем не менее, если вы хотите разобраться вот в этом вопросе, то, как бы, нужно это сделать, нужно. Давайте, наспираться будем уже, ну, до конца в нем. Ага, дальше идем. Так. Секундочку. Сейчас я найду. Ага. Так. Значит, мне, конечно, прилетел приговор. Ну, выговоры в добычном порядке, значит, перед дальним другому инженеру отношения еще больше испортились. Ну, вот, понимаете, да, это еще раз показывает, что у вас уже давно отношения не были профессиональными и профессионально доверительными. Потому что, если бы это было не так, если бы было по-другому, то проблем бы не было. Ну, абсолютно, да, то есть, любая проблема, она, ну, она решалась, она решалась, она решалась, любая проблема, достаточно легко. Вот. А здесь у вас, еще раз повторю, как бы, сложности на ровном практически месте. Вот. То есть, это абсолютно неприемлемая история. Вот. Так, кстати, к сожалению, не делаются дела. Вот. Ну, и я, если честно, думаю, что вы хотели в глубине души, чтобы вам выговор прилетел. Ну, я не знаю, может быть, вы считали себя достойной этого выговора. Вот. Не знаю, не знаю. Конечно. Вот. Каков стоят дела. Дальше идем. Так, это было незадолго до декрета. Я уже была беременна. Те, наверное, забила на это дело. Глава у меня была забита. Свадьба, выбором платья, подбором детской кровати, консервным ремонтом. Ну, то есть, понимаете, да, вот у вас... Ребенка, грубо говоря, выражение не бряки. А это тоже поколдатель достаточно важный уровня отношений. Что это как бы... Это значит, доверие между вами, ну, между вами и вашим мужчинам доверия не так много, потому что... Как бы... Ну, с беременностью, вот именно с беременностью, да, так не поступают. Вот. Опять же, я понимаю, что вам это неприятно может быть, вот, но тем не менее. Дальше идем. Ну, и, соответственно, вы не выразили то, что у вас нанялись приоритетом. Непонятно, для чего вы работали. Вот. Вы пишите последний месяц перед декретом. Я тупо просидел в интернете. В поиске необходимых баскубок почти перед самым угодно получила второго игра. Выговор от начальника. А чего вы ожидали? Непонятно, да. Вот. Значит. Ну, и... То, что вы пишите дальше, мы завтра не общаемся. А если вы начальнику своему показали, что вам работа вообще не интересна? То есть... Ну, вот я честно-честно могу сказать. Да? Вот. Вот. Чего вы ожидали? Тут у меня такое ощущение, что вы живете, кстати, в какой-то такой иллюзии. Вы все-таки это действие. Но вы не... Как бы не готовы платить за эти действия. Не готовы расплачиваться. Не готовы к последствиям этих действий. Вот. Вы меня извините, но это несколько странно, что ли, потому что если вы что-то совершаете, если вы, ну, что-то делаете, если вы какие-то вот действия, если вы какие-то действия совершаете, то мне кажется, что, ну, как минимум, как минимум, нужно ожидать, что за этим будет дальше, что как бы пойдет за этим и так далее. Вот. Мне нет ощущения, что вы ко всему этому были готовы. Вот. Нет такого ощущения, нет, нет ощущения, что вы ожидали и ожидали, что что-то будет. То есть, вы... А вы ожидали что? Что начальник будет вас ждать с простотыми объятиями или как? То есть, вот, ну, опять же, да, вот, понимаете, нужно понять, чего вы ожидали, собственно говоря. Ну, вот. Самое ощущение, непонятно. На что вы рассчитывали в этой ситуации? То есть, такое впечатление, что вы хотели чего-то другого. И ждали вы ждать такое впечатление, что чего-то другого. Но чего? Чего вы ждали? Что можно было ждать в этой ситуации? Так, мы не общаемся, у меня от этой ситуации дискомфортно. Так вам дискомфортно, причем, вот, знаете, если вам дискомфортно от того, что вы не общаетесь, то нужно бросить в первую очередь себя. Почему мне дискомфортно? Вот. Человек-то здесь, причем тот, из-за которого вам дискомфортно. Причем здесь он, если дискомфортно вам. Ну, не оправдали вы его надежд, да? А должны были? С чего? По какой, эээ, с какой стати вы должны были оправдать, ну, оправдывать его надежд. Вот. Все, все это, я хочу, чтобы вы обдумали. Я хочу, чтобы вы ответили себе на эти вопросы. Так, ээ, значит, ну, да, то, что вы, значит, об этом я уже говорил. Эээ, так, из-за большой ревности я не могу даже приступать человечке поединок от разговора. Ну, мне кто-то сказал, да, ха, вот Юра не зря тебя ревновал. Из-за чего, конечно, тут. Это страх того, что о вас подумает. Вот. Опять же, внутренняя, внутренняя, ну, это неуверенность в себе у вас. Вот. И обесценивание, собственно, того, что вы хотите. Вот. Это обесценивание, просто обесценивание. И это, как бы, вопрос к вам, почему вас волнует, ну, скажет и скажет, и, собственно, и что дальше, что с того, что скажет. Ну, скажет, ну, подумает, и что. В чем вы-то не уверены конкретно, что вас эта тема волнует и беспокоит? В чем вы, вот вы, в чем вы конкретно, вы не уверены. Два автора, чем мы, ну, пары. Вот. Понимаете? Вот это нужно исследовать. На мой взгляд. На мой взгляд. Вот это важно в первую очередь. На мой взгляд. Понимаете? А не то, что, кто что подумает и так далее. Каждый думает в меру своей испорченности. И, вот, момент здесь, он, к сожалению, именно вот такой. Такого плана. По крайней мере. Вот. То есть, вам мешает здраво перед мнением других людей. Вам мешает очень сильно этот самый страх. Вот. Его нужно исследовать. От него можно идуть на освободиться. И тогда уже, тогда уже вам будет легче. Это работа определенная. Вот, Алина. Так, я могу ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Достаточно длинный получился ответ. Надеюсь, что вам это было полезно. Я старался разобрать все нюансы. Вот. Все детали. Вашего вопроса. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Надеюсь, что я думаю, что я не буду делать. Смотрите. Продолжение следует...